друзья всем привет на этом объекте мы ведем монтаж винилового сайдинга альта профиль канада премиум цвет орех темный стоимость такого сайдинга за один квадратный метр 467 рублей почему так дорого спросите вы на что я вам отвечу что качественный виниловый сайдинг может стоить столько же может стоить даже дороже чем металлический сайдинг но не все так просто видов винилового сайдинга бывает очень много и в этом видео я хочу разобраться во всех видах пластикового сайдинга который существует в данный момент на рынке поехали к слову о том что за такие деньги можно купить и металлический сайдинг добавлю вот что что в приморских зонах производители металлического сайдинга практически не дают гарантию на свои материалы а на пластик действует своя гарантия поэтому какой материал выбирать решать конечно же вам ну и начну свой рассказ с винилового сайдинга что нам известно об этом материале это фасадный материал который производится из поливинил хлорида пвх методом коэкструзии это значит что окрашивается только поверхность сайдинга в аппарате под названием экструдер сильно мы с вами углубляться в технологию окраса не будем потому что там тоже существуют разные методы окраса и когда мы с вами отправимся на завод мы разберем разные виды покраски если углубиться немного в историю то когда в россии только начал появляться виниловый сайдинг только начинали его производить производители немного испортили репутацию этому материалу потому что то что было 20-25 лет назад и то что мы имеем сейчас это абсолютно разные виды винилового сайдинга потому что технологии улучшается лакокрасочные покрытия улучшают свое качество и сравнивать то что было раньше абсолютно не имеет смысла сейчас можно найти на рынке очень много качественных видов винилового сайдинга и хочу также отметить что помимо того что существуют разные виды сайдинга виниловый сайдинг почти у любого производителя существуют в коллекции стандарт и существует в коллекции премиум то есть если вы хотите себе качественный и виниловый сайдинг надолго то нужно рассматривать как минимум премиум коллекции если вы стараетесь сэкономить и покупаете более экономичные материалы из коллекции стандарт то не стоит рассчитывать что ваш дом будет очень долго и качественно выглядеть нет такого не будет то есть на этой стене смонтирован акриловый сайдинг и если мы с вами приложим к этой стене обычный виниловый сайдинг мы с вами не заметим разницу мы не знаем что из этого качественнее единственное на что мы можем опираться это на технические характеристики производителя и на гарантию которые предоставляются на вашу продукцию акриловый сайдинг интересно что акриловый сайдинг тоже производится из пвх но его уже верхнее покрытие окрашивается более качественными акриловыми красками то есть производители дают на акриловый сайдинг гарантию выше чем на виниловый сайдинг то есть если вы живете в регионе где очень много солнечных дней в году и вопрос светостойкости для вас очень важен то лучше конечно рассматривать акриловый сайдинг фасадные панели из полипропилена то есть это уже более такой современный материал по моему субъективному мнению самое интересное что сейчас есть на рынке из пластика то есть это уже материал из другого сырья из полипропилена он более жесткие на обратной стороне у него присутствует ребра жесткости здесь также имеется отметка полипропилен показан производитель то есть это уже более современный материал и более качественный на него гарантия идет такая же высокая как на акриловый сайдинг но естественно и стоимость этого материала выше чем обычного винилового сайдинга гарантия на различные коллекции фасадных панелей 5-7 лет это не значит что через 5-7 лет вам придется менять весь фасад это значит что в течение вот этого срока производитель гарантирует что цветовые изменения будут незаметны человеческому глазу возможно этот фасад прослужит и 20-30 лет то есть такое вполне возможно фасадные панели имитируют камень кирпич и различные горные породы также интересной особенностью фасадных панелей является неравномерный окрас это значит что смонтировал фасадные панели на большую стену в несколько рядов панели окрашены будут в разных местах то есть разные панели они окрашены немного по-разному и за счет этого у нас создается такая неоднородная структура фасада что придает более естественный каменный вид этой стене и последний материал про который мне хотелось бы вам сегодня рассказать это вспененный сайдинг сожалению в нашем портфолио еще нет ни одной работы встав с пененным сайдингом но мы сейчас с вами прикрутим несколько панелей к стене посмотрим как это будет выглядеть для сравнения вот кусочек фиброцементного сайдинга который по душе многим но позволить себе такой сайдинг могут лишь единицы а вот образец вспененного сайдинга и они между собой очень похожи я думаю стоит еще отметить то что для фиброцементного сайдинга нужно усиленная дорогая подсистема а вспененный сайдинг он в три или даже больше раз легче чем фиброцемент то есть для него требуется обычная подсистема это дополнительная экономия для покупателя это эксклюзивный продукт он пока что имеется только у компании альто профиль и гарантия завода на этот материал 7 лет то есть можно сэкономить на материалах и получить качественный долговечный современный фасад толщина вспененного сайдинга от 6 до 10 миллиметров за счет своей толщины он выдерживает более высокие ударные нагрузки и прекрасно себя чувствует даже зимой и также у него есть несколько видов вот я сейчас держу в руках вспененный сайдинг с окрасом под дерево у него такой градиентный окрас то есть сверху он светлый снизу он темный а есть также материалы окрашенные просто в единый цвет давайте попробуем закрепить несколько панелей вспененного сайдинга к обрешетке и посмотрим как это будет смотреться на стене еще один интересный момент что вспененный сайдинг он монтируется несколько иначе чем виниловый или акриловый сайдинг он не защелкивается сверху он вставляется снизу а так сказать ёлочкой вот таким образом и а и и и и Примерно вот таким образом будет выглядеть стена из спиннинга на мой взгляд смотрится очень здорово поэтому решение принимать какой сайдинг покупать конечно же вам ну а я с вами прощаюсь до новых выпусков пока субтитры сделал DimaTorzok